30 апреля, вторник. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на Белсате. В студии для вас работает Алла Перумова. Здравствуйте. Сегодня утром российские войска ударили авиабомбами по двум районам Харькова. По сообщениям местных властей, как минимум один человек погиб и семь получили ранения. Одно из попаданий было по гражданскому предприятию. Спасатели разбирают завалы. Пять погибших и более 30 раненых. Вечером 29 апреля российские военные атаковали Одессу с помощью баллистической ракеты «Искандер-М». Удар пришелся по оживленной прибрежной зоне, в результате чего погибли пять человек. Среди них проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Подробности расскажет наш одесский корреспондент Евгений Салтан. За пять часов до этой атаки над городом работал и, как говорят военные, висел вражеский разведывательный дрон. Это уже свидетельствовало о том, что российские военные готовят атаку. Она случилась в половину седьмого по местному времени. Удар пришелся рядом с трассой здоровья, на которой по вечерам занимается спортом и гуляет много людей. Так было и в этот вечер. В сети появилось видео, как возле собаки, которую убило осколком, лежит раненая хозяйка. Не обошлось и без человеческих жертв. В результате этого обстрела погибло пять человек. Мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя эту атаку, особых слов не подбирал. Уроды, твари, нелюди, паскуды. Я не знаю, как еще можно сказать. Что им можно сказать еще? Одесса, люди гуляют в Белеморе. За моей спиной вы можете видеть дворец студентов Национального университета Одесской юридической академии. В здании, или как его называют в Одессе, замок Гарри Поттера, в здании произошел пожар из-за того, что спасателям сложно было подобраться к объектам. К объекту ликвидировать пожар пришлось значительно дольше, чем планировалось изначательно. По заявлению спикера Силы обороны Юга Украины Дмитрия Петчука, запущенный боеприпас предназначен для уничтожения живой силы. На стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели. То есть, скорее всего, это боеприпас, предназначенный для уничтожения живой силы, рассчитанный для ведения боевых действий, а не, конечно, для ударов по гражданской инфраструктуре и по мирным жителям, например, Одесской области. Также во время атаки на Одессу ранения получил еще 31 человек, среди них есть двое детей. Обломки ракеты и металлические фрагменты разлетелись в радиусе полутора километров после вчерашнего удара по Одессе. Сам момент удара попал на камеру видеонаблюдения кадра, опубликовал генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он подтвердил, что удар нанесен баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боеприпасом. Следствие полагает, что российские офицеры использовали такое оружие сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев, заявил генпрокурор Украины. Украинские военные атаковали оккупированный Крым ракетами «Атакамс». Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, над Джанкоем и Симферополем сработали силы ПВО. Также ночью на 40 минут было перекрыто движение по Крымскому мосту. Минобороны на России об атаке не сообщало. В крымских телеграм-каналах местные читатели писали, что слышали взрывы в Евпатории, Джанкоем, Симферополе, в Гвардейском и Красноперекопском районах. Одна из ракет, которой Россия ударила по Харькову 2 января, была произведена в Северной Корее. К такому выводу пришли эксперты ООН, изучившие обломки ракеты, сообщает агентство Reuters. Выводы экспертов означают, что Россия нарушила введенное ООН эмбарго на импорт оружия из КНДР. Отмечу, власти США неоднократно сообщали, что Северная Корея передала России оружие для военной в Украине. Взамен Пхеньян попросил военную технику, включая истребители и бронетехнику. Россия и КНДР опровергли эту информацию. Кремлевский идеолог и философ Александр Дугин дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Видео общей продолжительностью чуть более 20 минут было опубликовано в соцсетях Карлсона. В анонсе телеведущий написал, цитирую, «Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Амазон не продает его книги». «Я думаю, что, во-первых, Путин традиционный лидер. Путин, когда он пришел к власти, с самого начала начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Так что он начал противодействовать глобальной прогрессистской повестке дня. И эти люди, которые поддерживали Советский Союз, были прогрессистами, и сейчас они прогрессисты. Так что они почувствовали, что теперь имеют дело с кем-то, кто не разделяет эту повестку дня». В интервью, среди прочего, философ заявил, что Запад переживает кризис традиционных ценностей, а в России они возрождаются благодаря Путину. Поворотным моментом в российской политике Дугин назвал указ о политической защите традиционных ценностей, направленный на восстановление христианства и традиционной семьи. Александр Дугин – один из самых заметных идеологов так называемого русского мира. Одна из основных его теорий строится вокруг противостояния России и коллективного Запада. Мыслители часто обвиняют Дугина в том, что он исповедует и продвигает фашистские взгляды. Россияне жалуются и пишут друг на друга доносы из-за желто-синего цвета. В Новосибирской области неравнодушные граждане возмутились, увидев такую расцветку на бордюрах. Местные жители сообщили изданию «Подъем», что бордюры перекрасили ночью, пока все спали. Руководителю управляющей компании пришлось оправдываться. «Уже закрашивают, просто получилась накладка. Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки и бордюры. А у нас рабочий, как я называю, союзник с Азией. И вот он взял эти два цвета. Я, говорит, что-то в голову взбрело, что красиво будет желто-синий. И взял и покрасил с бухты барахты». Подобные ситуации неоднократно происходили и в других городах России. Перекрасить бордюры просили жители одного из районов Белгорода. Якобы такая расцветка напрягает местных жителей, участников так называемой СВО. Не нравились сине-желтые бордюры жителям Красноярска. В результате местные коммунальщики закрасили желтый цвет красным. Причем в управляющей компании заявили, ремонтные работы никак не связаны с Украиной. Якобы просто сошла краска. Если вы смотрите наш выпуск на Ютубе, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Йеменские хуситы уверяют, что атаковали два американских эсминца и два грузовых корабля в Красном и Индийском океане. Военные представители группировки заявили, атаки не прекратятся, пока Израиль не перестанет воевать в секторе Газа. Вооруженные силы Йемена с помощью Аллаха, а также при поддержке и опоре нашего великого йеменского народа и всех свободных людей нашей страны, будут продолжать проводить свои военные операции в поддержку угнетенного палестинского народа и в защиту любимого Йемена. Эти операции не прекратятся, пока не будет снята блокада и не будет остановлена агрессия против палестинского народа в секторе Газа. Отмечу, хуситы атакуют суда в Красном море с начала войны Израиля с Хамас. Военизированная группировка уже предупреждала, что продолжит нападение на любые суда в Красном море, которые направляются в Израиль или владельцы которых связаны с еврейским государством. Таким образом, по мнению хуситов, они поддерживают палестинцев в войне Израиля против боевиков Хамас. Четверо американских полицейских погибли при задержании преступника в Северной Каролине. Еще четверо получили ранения. Один из четырех убитых офицеров был заместителем маршала США. Полиция планировала задержать уже осужденного ранее гражданина за незаконное хранение огнестрельного оружия. Когда сотрудники приблизились к дому, по ним из окна открыли огонь из автоматического оружия. Стрелявший был смертельно ранен ответным огнем. Но, как пишут американские СМИ, кто-то продолжил стрелять по полицейским. В результате задержали женщину и 17-летнего подростка, которые находились в доме. Подозревается ли кто-то из них в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов, полиция не комментирует. Бывшего главу МВД Казахстана задержали в рамках дела о массовых беспорядках в январе 2022 года. Когда в стране проходили протесты, которые были жестко подавлены. Только по официальным данным в ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 238 человек. Подробнее об этом расскажут мои коллеги в вечернем выпуске программы «Вот так». Я же на этом прощаюсь с вами. Увидимся завтра в то же время. Субтитры создавал DimaTorzok